ну чё делаем ну чё делаем давай быстренько оформить и домой поедем давай чё пишем пиши труп мужчины предположительно лет 30 был убит ударом ножа в спину ножа в спину у него же нет на живых пиши и основная версия самоубийство он сам себя потыкал да ты домой хочешь нет самоубийца написал поехали ненавижу этот город пропитанный ненавистью и страхом я одни убийцы и проститутки где даже мороженое продается со вкусом слез я уже совсем забыл с чего я решил что могу спасти этот сгусток ненависти и разврата это чертов серьги в посад здесь нельзя находиться уважаемый я поднял глаза и увидел его передо мной стоял совсем еще юнец интересно как нам пригодятся его навыки мочиться в штаны чё ты губнишь себе под нос я тебе говорю здесь нельзя находиться здесь место преступления ты понимаешь я его узнал радион викторович доброй ночи этот город не знает слова добрый он знает только слово убивать убивать расчленять шантажировать и в прошлом году салют был намного лучше кто это такой это начальник нашего отделения радион викторович он странный мужик конечно все что тебе нужно про него знать он фанат детективов это он поэтому так все ведет да не не там короче какая история была у нас когда переаттестация делали в общем всех полицейских городе уволили он один прошел два года человек один работал разговаривать было не с кем вот и забазарил сам собой я вглядывался в его молодое лицо и видел как его поедают черви ненавижу червей ими обманывают рыб сотни рыб а может это потому что он бухает каждые две минуты нет у него во фляжке вода у него просто рот сушит сахар повышенный сам понимает передо мной стоял классический неудачник такой же жирный и дешевый как и еда которую он любил есть вот видишь я внимание не обращаю и ты не обращай родион викторович у нас труп о пострадавший это хозяин сети интим магазинов кочерыжка 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 что-то знакомое что-то из прошлого что-то из детства ах да ну как же я мог забыть это же внутренность капусты вас все в порядке в этом городе никогда ничего не бывает в порядке может вам отдохнуть а этому городу нужно отдохнуть я имею до может быть вам в больницу сходить Этому городу нужно сходить в больницу. Да нет, в смысле я имею в виду, что... Этому городу, в смысле я, в смысле я... Да господи, прекратите! Это же бесконечно можно продолжать. Послушай меня, парень. Ты должен отвечать прямо. Где ты живешь? В Орехово-Зуево. У тебя есть автомобиль? Нет. Сейчас 2 часа ночи. Этот парень далеко пойдет. Это старый прикол, не обращай внимания. Что у нас тут? Я же говорю, у нас труп. Вы допросили его? Нет, конечно. Ну так чего вы ждете? Его нужно допросить. Парень, вставай, мне нужно знать, кто тебя убил. Парень, твои подельники мне уже все рассказали. Если ты признаешься, ты уйдешь отсюда живым. Мужчина, мы закрываемся. Твою машину эвакуирует, парень. А та сучилка! Это бесполезно. Мне кажется, он мертв. Серьезно? А это кто? Это его жена. Сейчас вообще капец спектакль будет, смотри. Дорогая, ты выглядишь так же прекрасно, как и в тот день, когда я впервые встретил тебя в том борделе с тем мерзким старикашкой. Вообще, это была квартира моих родителей, и там был только мой отец. Я смотрел в ее бездонные глаза и не мог поверить, как они могли принадлежать такой лживой проститутке. Че? Ты слышишь, что ты говоришь? Я не проститутка. Проститутка. Я не проститутка? Проститутка отрицала, что она была проституткой. Я не проститутка и никогда ей не была. Тебе понятно? Была. Я вообще пришла сказать, что я с тобой развожусь. Не разводишься. Заткнитесь вы еще, пожалуйста. Вот этот чувак, который постоянно за мной ходит, он кто? Ты ему за это платишь? Да. То есть ему ты отдаешь все свои деньги? Да, ему. То есть поэтому у нас нет денег? У нас есть деньги. Серьезно? И где же они? Я отдаю их кое-кому. За кое-какие услуги. За какие? Я не могу раскрывать своего информатора. Какой-то проститутке. Это тупик. Тупик это родиться в этом ублюдском городе, который кишит проституткой. Я не проститутка. Проститутка. Меня воняет, как от извозчика. Потому что ты заставляешь меня курить вот эти вот сигареты. От нее действительно воняло, как от извозчика. Как от извозчика, который был еще и проституткой. Я не проститутка! Проститутка. Иначе зачем тебе такое платье и мундштук? Но больше всего меня бесит то, что ты постоянно что-то бубнишь. С тобой даже в магазин сходить невозможно. Эти помидоры прогнили так же, как и судебная система этого города. Наша судебная система действительно прогнила, как те помидоры и маракуйя. Иди ты в жопу! Не пойду. Пойдешь! Не хотите за мной! Она бросила меня. И я почувствовал себя, как старый башмак. Красивый итальянский башмак с большой пиписькой. Я вам больше не нужен. Не ищите меня! Я сам вас найду! Просто позвоните и скажете, где вы. И че? Ничего. Давай сначала это забудем, как страшный сон. А потом поедем домой. Мы все написали, нам делать больше нечего. Вы можете меня проводить? Что случилось? Там какая-то страшная, злобная проститутка. Я не проститутка! Проститутка! Помнишь двух лучших друзей? Придел. Хорошо. Они еще поссорились, потому что один полюбил дочь другого. Он нашу дочь. Сморосил. Да, мы с Димой любим друг друга. И между их семьями началась война. Потом все помирились, и все стало хорошо. Ты мой настоящий друг. Вот до этого момента в новом сезоне. Ты что, думал, я вот этой вот приблуде позволю хозяйничать в своем доме? Или этого. Ничего такая мать. А может, вот этого. Она мне больше не подруга, а ты мне больше не отец. Или даже этого. Меня осуждал, а сам ведь еще хуже. Смотри, из-за чего начнется новая война семей. Будешь пить чай и получать удовольствие, поняла? Война семей. С 25 июля в 8 вечера на ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»!